Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим и размещаем большое количество аналитического контента по совершенно разным финансовым активам и инструментам. Я думаю, вы точно найдете то, что придется по душе именно вам. Ну и плюс ко всему, мы всегда готовы к обратной связи, к фидбэку. Что-то нужно добавить, обязательно сделаем это. Мы продолжаем готовиться к заседанию Европейского Центрального Банка, которая состоится уже завтра. Настраиваемся, конечно же, на очень высокую волатильность по евро. Евро, в принципе, радует своей волатильностью последние недели. Я думаю, друзья, то, что эта неделя точно поможет нам определить дальнейший вектор движения европейской валюты. Забегая вперед, могу сказать, что еще не были достигнуты те уровни, на которых можно было бы смело сказать, что европейская валюта оказалась очень сильно перепроданной. И, возможно, на среднесрочную перспективу логичнее было бы евро уже купить. Я сторонник идеи того, что евро точно может оказаться в районе паритета уже в рамках этой недели. Хотя это сценарий, который может оказаться эффективным и может реализоваться и поддержать настроение продавцам только в том случае, если Европейский Центральный Банк в ходе своего заседания повторит позицию, что не намерен торопиться с агрессивным повышением процентных ставок. Но, в любом случае, в рамках этой недели я жду, что текущее значение это вроде как пиковые уровни, выше которых пара евро-доллар серьезно не пройдет. Потому что мы знаем, что Европейский Центральный Банк действительно может поднять процентную ставку. Но ранее рассуждали, что даже если это будет решение, которое позволит поднять ставку не на 25 байсных пунктов, а на 50, хотя это малый вероятный сценарий, все равно ставка Европейского Центрального Банка будет очень сильно отставать от, наверное, того уровня, на котором она должна была бы быть, если бы Европейский Центральный Банк начал своевременно бороться с высокой инфляцией. Высокая ли инфляция в еврозоне? Конечно же, да. Вчерашний отчет показал, что индекс потребительских цен в еврозоне остается в годовом выражении на уровне 8,6%. Я думаю, что если реализуется негативный сценарий, связанный с приостановкой и сокращением, значительным сокращением объемов поставок газа в Европу, то инфляция может также добраться до 10%. И вот тут Европейский Центральный Банк осознает все сложности потерянного времени, когда нужно было повышать ставку, ну пусть если не так, как ФРС, то хотя бы вот идти рядом, отставать на несколько позиций, на несколько решений, несколько ступеней. Но сейчас ЕЦБ плетется в хвосте, и это уже стало причиной теста пары евро-доллар паритетного значения, и на мой взгляд мы увидим уровни еще ниже. Работа северного потока, друзья, должна быть возобновлена в этот четверг, то есть в четверг у нас заседание Европейского Центрального Банка, потенциальное возобновление работы северного потока, также в четверг еще состоит заседание Банка Японии. Сейчас новостной фон по северному потоку следующее, что если придерживаться практики договорных отношений, да, работа северного потока должна возобновиться. Но есть нюанс, который уже цитируют все средства массовой информации Европы, что возобновление этой работы возможно только в том случае, если российская сторона установит необходимую турбину, которая сейчас зависла, друзья, в европейских странах, в одной из европейских странах из-за проблем с сертификацией. Нужно, чтобы она была доставлена в Россию, нужно, чтобы ее установили, проверили работу. И мне кажется, что даже в самом лучшем случае работа северного потока будет восстановлена только лишь на следующей неделе, если будет восстановлена вовсе. Я сторонник идеи того, что все уже не будет как раньше, поэтому готовлюсь, и вам уже много раз об этом говорил, к более серьезному энергетическому кризису, прекрасно понимая каноны от экономической теории, осознаю риски, которые сейчас нависают на еврозоны, потому что если поставки газа будут сокращены, это ударит по энергетической безопасности страны С, это приведет к росту тарифов на электроэнергию, это будет разгонять дальше инфляцию и заставит, собственно, европейский центральный банк, может быть, совершать какие-то неправильные хаотичные действия, которые еще больше усугубят экономическую проблему в еврозоне. Это, в конечном счете, никак не вяжется, друзья, с идеей роста европейской валюты, потому что в этом случае был бы самый настоящий парадокс. Поэтому в плане евро-доллара я рассчитываю, что к концу недели пара евро-доллар будет ниже текущих значений. Я жду продолжения энергетического кризиса в странах ЕС и в мире в целом. Кстати, на этом фоне можно перейти к рынку нефти, который радует покупателей, нас с вами, потому что мы ожидали роста цен на Brent, на WTI, рост стоимости газа. Brent сейчас котируется по 107 долларов за баррель, это все следствие отсутствия каких-либо результатов поездки Байдена на Ближний Восток. И в рамках вот этого американо-арабского саммита, как мы знаем, никаких решений принято не было. Даже есть информация, что вопросы, связанные с нефтью, вовсе не обсуждались. Мне в этом случае хочется спросить, что же тогда обсуждалось. В конечном счете мы знаем, что Саудовская Аравия не планирует увеличивать производство нефти на текущем этапе. Решение Саудовская Аравия будет принимать не самостоятельно, в рамках организации ОПЕК, то есть ежемесячные собрания, за которыми мы следим, где соотносятся спрос и предложений. Только после этого принимаются решения о том, целесообразно ли поднимать объем нефти и добычи или нет. На текущем этапе Саудовская Аравия не видит причин, чтобы нужно было бы активизировать те свободные мощности, небольшие, отметим, чтобы поднять объем производства. Рынок остается в состоянии дефицитном, собственно, ранее я об этом уже говорил, и к концу этого года я всерьез полагаю, что проблема дефицита нефти вырастет многократно. Даже если вот речь сейчас снова зайдет о северном потоке, напомню, друзья, что промышленные предприятия Германии не могут простаивать. Если не будет газа, их придется перевести на потребление нефти. Это приведет к еще большему спросу на нефтянку и толкнет, собственно, котировки еще выше. Ждем 115-120 долларов за баррель. Золото 1712 долларов за тройскую унцию. Тест 1700 уже производился на прошлой неделе. В частности, золото снижается 5 недель подряд. Самый продолжительный период за спады, за 4 года. Плюс ко всему, сейчас очень много денег утекает из ИТЕ фондов. За эти 4-5 недель из ИТЕ фондов было выделено в физическом металле больше 90 тонн золота. Полагаю, что эта тенденция сохранится и дальше, поэтому жду 1670-1650 долларов за тройскую унцию. По другим финансовым активам. Индекс доллара 106,4, соответственно, прогноз роста сохраняется в силе. После последнего отчета по повышению инфляции до 9,1%, после роста индекса цен производителей на 11,3%, вероятность того, что ставка будет повышена на следующей неделе, она значительно возросла. Фактически она составляет 100%, что ставку повысит на 75 базисных пунктов. 30% вероятность того, что ставку повысит на 100 базисных пунктов. Но я отношу себя как раз к этому незначительному меньшинству, скажем так, к этим 30% трейдеров, которые считают, что нужен более решительный и агрессивный шаг со стороны американского регулятора. Потому что, на мой взгляд, без таких проактивных мер и действий сейчас экономика США не сможет избежать рецессии. Нужно создать условия, при которых точно можно будет уже закрыть вопрос с тем, что ранее ФРС бездействовал и ничего не предпринимал. Поскольку есть угроза, что индекс потребительских цен превысит 10%, американскому регулятору сейчас нельзя проводить эксперименты и думать о том, давайте мы повысим незначительно, потом посмотрим и, если будет необходимость, пойдем на еще более агрессивный шаг на следующем заседании. Времени остается все меньше до конца этого года и терять его ни в коем случае нельзя. Я рассчитываю как раз на вот эту проактивность Федрезерва и рассчитываю на то, что повышение ставки на 100 базисных пунктов на следующей неделе снова отправит индекс доллара в район 108 пунктов. Доллар иена 138, друзья, здесь цель 140 иен до конца недели. Причем четверг состоится заседание Банка Японии. На нем с вероятностью 100% параметры денежно-кредитной политики оставят на прежних значениях без изменений. Обращаю ваше внимание, что сейчас ситуация с эпидемиологическим фоном в Японии хуже некуда. Каждый день фиксируются рекордные показатели в отдельных префектурах, в отдельных регионах. Общий показатель суточного заболевания в рамках всей Японии порядка 110 тысяч случаев. Это рекордные показатели за все время наблюдений за статистикой за все время с начала пандемии. Все это попахивает уже полноценными локдаунами, конечно же, которые приведут к затуханию, еще большему затуханию экономики. Поэтому Банк Японии, который ранее выбрал для себя стратегию бороться с инфляцией не высокими процентными ставками, а стимулирующей экономической политикой, сейчас, конечно же, понимая, что над экономикой нависла новая угроза, не будет ужесточать ее. Напротив, будет делать все, чтобы создать дополнительные условия по стимулированию экономического роста. Поэтому нужно сохранять в силе прежнюю программу количественного смягчения и нужно удерживать ставки на тех уровнях, на которых они находятся сейчас, то есть в районе нулевой отметки. Вот это, как раз, надеюсь, станет основной идеей того, чтобы все снова вспомнили контраст и политик в этот четверг между Федрезервом и Банком Японии. И, соответственно, отправили пару доллар-иена в район 140 иен за 1 доллар. И еще одна идея на сегодня в соответствии с ожидаемым релизом по индексу потребительских цен в Канаде. Инфляция, по прогнозам, значительно выросла с 7,7% до 8,4%. И я рассчитываю, что чем выше инфляция, тем выше вероятность того, что Банк Канады тоже будет повышать процентную ставку. Сейчас пара доллар-канады снижается и котируется на отметке 1,2859. Поэтому давайте попробуем достичь вместе с продавцами другими этой валютной пары цель 1,27 к концу этой недели. Если прогноз экспертов по инфляции оправдается, то, соответственно, канадский доллар, безусловно, должен получить дополнительную поддержку. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!